Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, мой верный друг и специалист по безопасности. А сейчас я хочу представить вам наших сегодняшних героев. Алиса и Владислав, пятая команда, которая вступила в борьбу в стране безопасности. Они смогли заработать за два дня соревнований уже 16 баллов. Это неплохой результат, но пройдена только половина пути. Посмотрим, что ждет ребят сегодня. Алиса и Владислав, привет! Здравствуйте! Я очень рада нашей новой встрече и хочу рассказать, что происходило за это время в стране безопасности. Все участники страны безопасности уже прошли половину пути. И сейчас Спасайка покажет вам, сколько баллов им удалось набрать. Итак, внимание на экран. Ребята, у вас осталось только две темы для выбора. Это полезные и опасные вещи и опасность дома. Надо выбрать одну из них. Давайте прямо сейчас это и сделаем. Я хочу полезные и опасные вещи. Я тоже хочу полезные и опасные вещи. Мы выбираем тему полезные и опасные вещи. Отлично! Итак, выбор сделан. Это тема полезные и опасные вещи. Если вы сейчас быстро назовете мне пять полезных, но опасных вещей, то сможете заработать один дополнительный балл. Время пошло. У вас 30 секунд. Ножик. Так. Провода. Так. Спички. Правильно. Утюг. Хорошо. Пятая вещь. Таблетки. Молодцы, ребята. Вы назвали пять полезных, но весьма опасных предметов. Это и электрические приборы, и электрические провода, и даже спички, которые являются полезными, но опасными, если с ними неправильно обращаться. Я поздравляю вас, вы зарабатываете один бонусный балл. Ура! Ребята, это все верно, но вокруг нас намного больше опасных предметов, чем вам кажется. Именно об этом сегодня и пойдет речь. Но прежде чем приступить к конкурсам, я предлагаю посмотреть небольшой мультик. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Так что будьте внимательны. С днем рождения! Филя, поздравляю тебя с днем рождения. Вот тебе новый красивый свитер. Спасибо, друзья. У меня как раз старая одежда уже немного поизносилась. Ну что, Филька, теперь задувай свете и загадывай желание. Не работает ваш торт с желаниями. Я загадал праздничный салют в мою честь, а его почему-то нет. Все работает. Сейчас мы пойдем, купим фейерверк и устроим салют в твою честь. Эй! Друзья, я случайно услышала, что вы собираетесь купить фейерверк и устроить салют. Запомните несколько простых правил, которые уберегут вас от неприятностей. Неприятности? Почему мы всегда попадаем в неприятности? Звоните в 112! Не перезывайте, если соблюдать правила безопасности, не придется никуда звонить. Бобр, а Бобр, а долго нам еще идти до магазина с фейерверками? Ну, где-то километра два. Скукота! Придумал! А давайте вспомним все правила пользования фейерверком, про которые нам рассказывала книга. Умеешь ты развеселить? От твоих скучных предложений даже бы кукушка из настенных часов сбежала. Итак, правило первое. Прежде чем использовать петарды, внимательно протитайте инструкцию. Это я запомнил. А сейчас я расскажу про очень важное правило. Правило второе. Не подходите к фейерверку, если он не сработал. Правило третье. Взрывать фейерверки необходимо на безопасном расстоянии от зданий. Правило четвертое. Нельзя взрывать фейерверк без взрослых. Только они могут использовать пиротехнические изделия. То нельзя, это нельзя. А что можно? Ну, мы можем нарезать мишуру, и я брошу ее вверх над тобой. Апка хочешься. Ну, сейчас я точно попаду. Ха-ха-ха. А-а-а-а. А-а-а-а. Ух ты, фейерверк. Мою честь, прям как я загадывал. Вот видишь, работает торт с зеланьями. С днем рождения. А-а-а-а. А-а-а-а. Теперь точно буду учить правила безопасности. Ну что, ребята, а сейчас мое первое задание, оно на внимательность. Бобр в мультике перечислял правила пользования пиротехникой, то есть фейерверками, салютами, бенгальскими огнями. Для того, чтобы вам заработать три балла, вам необходимо перечислить эти правила. Нужно запускать фейерверки подальше от домов. Нельзя запускать фейерверки, нельзя подходить к фейерверкам, если они не сработали. Правильно, Алиса, правильно. Не надо запускать фейерверки без взрослых. Нельзя запускать фейерверки, не прочитав из инструкции. Умница, правильно. Вы молодцы, перечислили все правила. Вы рассказали о правилах пользования пиротехническими изделиями, но вы забыли одно уточнение, что пользоваться пиротехническими изделиями детям в вашем возрасте категорически запрещается. А вот тогда, когда вы чуть подрастете, то следует помнить о том, что перед использованием таких изделий необходимо внимательно изучить инструкцию по их применению. Если вы собираетесь запустить пиротехническое изделие, стоит отойти на безопасное расстояние от зданий, от сооружений, от людей. Если же фейерверк не разорвался, то подходить к нему близко очень опасно. Ну и, конечно же, лучше пользоваться пиротехническими изделиями в присутствии взрослых. Вы правильно ответили, за это зарабатываете 3 балла. Я вас поздравляю. Ура! А теперь наступило время второго испытания. Из трех вариантов ответа на мой вопрос вам нужно будет выбрать верно и сделать это за максимально короткое время. Итак, что делать, если бенгальские огни зажгли новогоднюю елку? Выключить из розетки, залить водой. Второе. Громко кричать «Пожар». И третье. Выбежать из квартиры и закрыть дверь. Громко кричать «Пожар». Чтобы некоторые пришли на помощь и помогли потушить. Правильно. Конечно же, в первую очередь нужно сообщить о возгорании взрослым. Это правильный ответ. За него вы зарабатываете 2 балла. Я вас поздравляю. Ура! Ну а время приступать к нашему третьему испытанию. Это загадка, за правильный ответ на которую вы можете заработать 3 балла. Если же ответите неправильно, то 1 балл я у вас заберу. Словно пушка загрохочет и раскрасит небо ночью. Вздрогнет кошка и окно, и опять темным темно. Салют. Правильно. Конечно же, это салют. И за него, за правильный ответ, вы зарабатываете 3 балла. Я вас поздравляю. Ура! Но сейчас время подводить итоги. Давайте посчитаем, какое количество баллов вы сегодня заработали. За первое испытание мы набрали 3 балла. И один бонусный. Получилось 4. За мультфильм мы набрали 3 балла. И получается 7. За испытание, за тест мы набрали 2 балла. Да. Всего 9 баллов. Правильно. Ваша копилка сегодня пополнилась на 9 баллов. И сейчас Спасайка внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю я встречусь с вашими соперниками. А с вами мы уже увидимся чуть позже. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин